Сейчас кадры, которые мы получили только что. Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Речь на нем зашла в частности об экономической ситуации. Хочу поблагодарить еще раз всех, кто этим занимался. Действительно, работа проведена большая. И это одно из важнейших направлений нашей работы в социальной сфере. Женщина должна иметь возможность своевременно выйти на работу. Это важно и с социальной точки зрения, и с экономической точки зрения, и с демографической, и со всех. Это такая серьезная задача, которая перед нами стояла и которую в целом, так скажем, пока аккуратненько, в целом уже удалось решить. Но там, где еще остается проблема, вы назвали эти регионы Российской Федерацией, Тува, Дагестан, Ингушетия, Крым, Севастополь, Забайкальский край. Там нужно довести до конца. Там немного осталось. Насколько я себе представляю, самый большой разрыв между тем, что нужно сделать, и тем, что есть, в Ингушетии, там где-то 40% пока только. Но это можно сделать, практика показывает, что мы добиваемся результата, когда сосредоточиваем на этом свое внимание. И нужно здесь тоже довести до конца. Ну, такими словами, глава государства оценил ситуацию, работу правительства по обеспечению мест в детских садах, ну, а также много говорили об экономике. Правительство уже приступило к анализу этой работы. Обращаю ваше внимание на то, что это вопрос чрезвычайно важный. Нужно быть готовыми к любому развитию ситуации на сырьевых рынках, на фондовых рынках, очень внимательно за этим наблюдать и иметь сценарий развития российской экономики на любой вариант. До сих пор нам удавалось, несмотря на все колебания на внешних рынках, вести себя в высшей степени взвешенно, профессионально. Об этом, кстати, говорит и меньший дефицит бюджета, меньший, чем тот, на который мы рассчитывали, где-то 2,6% получается по прошлому году. Это хороший в целом макроэкономический показатель, имея в виду, что нам удается сбалансировать наши финансы, бюджет удается сбалансировать. Мы предусмотрели с вами те варианты развития, с которыми столкнулись в прошлом году. Так же взвешенно, так же профессионально и своевременно нужно реагировать и на те проблемы, которые возникают в мировой и в нашей экономике в этом году, в начале этого года.